Обновили потолки и стены, заменили оконные рамы и почтовые ящики, отремонтировали входную группу. Сейчас и не скажешь, что многоэтажка была построена в конце 70-х годов. Работы в доме номер 17 в Назарьево провели летом 2019 года. В прошлом году на подъездах дома установили видеокамеры. Они интегрированы в систему «Безопасный регион». Жильцы признаются, стало еще спокойнее. Претензий к благоустройству у них тоже нет. Детских и спортивных площадок достаточно. В прошлом году мы ремонтировали центральную дорогу, полностью асфальтовое покрытие изменили. Провели обрезку деревьев, хронирование. В домах обрезка кустов проведена. В поселке Назарьево 24 многоквартирных дома. Все они подключены к газопроводу. Этой зимой специалисты проверили состояние оборудования. В этом году у нас по газу запланирована установка датчиков с газовым по муниципальным квартирам. Соответственно, управляющая компания будет ходить по муниципальным квартирам и устанавливать. За счет муниципалитета? Да, программа муниципалитета. Проблемные вопросы территориального управления Назарьево обсудили на еженедельном совещании, которое прошло в местном доме культуры. Например, жители деревень Дарьяна и Солослова просят установить автобусные остановки. Расстояние между одной и второй автобусными остановками около километра. И эти автобусные остановки, они павильоны, они находятся в направлении на Одинцово. А в обратную сторону с Одинцово они отсутствуют. Похожая ситуация сложилась в Солослово. Обращались к МОЗ Автодору. Результата нет. Глава Одинцовского округа дал поручение продолжить взаимодействие с дорожниками. Обязательно проведем совещание, обоснуем необходимость и важность этих павильонов. Но если по каким-то причинам вопрос будет пробуксовывать, то найдем силы, средства, сделаем павильоны и им просто передадим в качестве помощи округа компании МОЗ Автодор. Кроме того, Андрей Иванов также поручил теруправлению Назарьевской и профильным подразделениям окружной администрации совместно отработать вопрос постановки на учет и обустройство подъездной дороги к ГП-6 в деревне Горышкино. Сейчас дорога протяженностью более 700 метров представляет собой обычную грунтовку с покрытием из щебня и песка.